Мечтала укращать тигров, а стала кинозвездой. Наталья Варлей, главная героиня кавказской пленницы, рассказала о своей творческой карьере. Всего в копилке Натальи Варлей более 60 фильмов. Особо она выделяет военные картины. Признается, эта тема ей особо близка. Отец участвовал в обороне Севастополя. На вечере Наталья Варлей не только рассказывает о своей актерской жизни, она читает свои стихи. Постаревшая осоль уходит, не дождавшись Грея. Лишь отблеск алых парусов почудится в слезинке горькой. Поет песни, тексты которых написала сама. И мерцает небесный огонь. В зале аншлаг. Пришли и молодежь, и взрослые ценители игры Натальи Варлей. Гости говорят, фильмы с ней – это радостная часть их жизни. Запомнилась, конечно, она мне с детства. Удивила женственность, красота, талант ее. Для меня это приятная ностальгия, так скажем. Я просто вспоминаю красивые, счастливые времена. И она как раз олицетворяла это красивое, энергичное время. Мы снимали с ней в одном фильме «Сегодня или никогда». Я играл Дмитрию Решетника, она мою жену. Я ее обожаю, как бывшую жену, по фильму. На вечере Наталья Варлей также презентовала свой новый сборник стихов и биографическую книгу «Каната Ходка». Семен Безгинов, Константин Головин. События.